Вели текстах литературные образы старовера стереотип, главные его черти суеверные вежества. Вели текстах литературные представления не заинтересованы в изображении быта старовера. Сатиро часто более широко нацелена на все виды религиозных предрассудков. Стеротип староверца будет и впредь фигурировать на литературной сцене. Но я не буду останавливаться на этом аспекте, который был уже частично проанализирован. Мне бы хотелось проанализировать, как именно на фоне этого контекста, начиная с середины 18 века, литературная фигура старовера по-прежнему, представившая в отрицательном ключе, положительное изображение не может быть, постепенно меняется, отходя от стереотипного представления. Он становится героем своего рода побочной тематической линии, с рядом повторяющейся персонажей, как бы снимающей исторический контекст в прямом эфире, как своего рода слепок эпохи, бесценный кладезь наблюдений и сведений о бытех старовера. Речь идет о цикле стихотворения старовена Ивана Даниловича, так называемой цикле Ивана Даниловича, об известном пофеле жизни некоторого мужа и перевозку «Курьезные его души через реку стихс» и о повести Анисимича, нового рода Дон Кишотта. Эти три текста появляются в разное время, причем каждый в собственном литературном контексте. Цикле Ивана Даниловича в рукописях Барковьяной, начиная с 1750-х годов. Памфлет относится к середине 1760-х годов и он связан с дидактической литературой, с диалогами в царстве мертвых, а так называемый Анисимич датируется от 1793-го года и принадлежит к прутовскому жанру. На следующем докладе я попытаюсь сдать предварительный обзор общей темы, связывающей именно эти тексты и проследить изменения в литературном образе старовляться в связи с историческими событиями. Итак, начнем с краткого анализа цикла Ивана Даниловича. Цик представляет собой сборник текстов, приписыванных Адаму Ацубеву, старт-секретарю Екатерины Второй. Эти тексты появляются уже со старейшей рукописи Барковьяна, то есть в казанских списках. Главный герой цикла, раскольник по имени Иван Данилович Осипов, это старовер довольно своеобразный, он пьяница, игрок, распутник, и во всем остальном его трудно назвать образом воздержания смирения. Цитирую. Пьяница, проказанный враг, купец, гортежник, эрифмач, безграмотный хритец. Ядром этого цикла можно считать символ веры Ивана Даниловича, текст, который встречается в большинстве списков, и в котором Иван Данилович дает указания для попадания в рай, где новые меры, старые меры, прямо противоположные друг другу. Цитирую. В раю, кто хочет бить, и здесь подружить, ко мне тут прибегай, послушай и внимай. И дальше, и далее, Иван Данилович выступает против новых религиозных привычек, пищи, одежды, и внешнего вида, языка и курения. За символ веры следуют различные приключения старого вера, описанные в других стихотворениях циклов, в которых встречается ряд постоянных персонажей, например, толпа подвигших, возглавляемая двумя типами, Амниер, говорящая фамилия, и пьяница Сорокин. Цитирую. Конец цитаты. Один из самых главных героев цикла это дочь Ивана Даниловича, Татьяна. Ей посвящена Ода на день рождения Татьяны Ивановны. В духе тогдашних Ода на дне рождения известных людей текст торжественно прославляет рождение дочери Ивана Даниловича. Татьяне суждены великие дела, она должна повторить подвиги отцов в данном случае матери, причем из дальнейшего текста мы узнаем, что подвиг Татьяны состоит в том, чтобы стать преуспевающей проститутой. Она родилась и живет в деревне, но очевидно, что деревня не годится для такой карьеры. Единственная порталяющая для данного рода занятие места прокуренный петербургский кабак. В текст Ивана Даниловича входит, как мы уже сказали, в Барковьяны. Тем не менее, цитр отличается от обычной Барковьяны в нескольких аспектах. Во-первых, одной из характеристик Барковьяны является жесткая метрическая структура, которая пародирует русский классицизм. Ивридная природа цикла Ивана Даниловича иногда проявляется в смеси хаэтических размеров. Например, в символ веры ям смешивается с строежными стихами. Во-вторых, Барковьяна состоит из разделов. Портрет его велели, повторяющий в разделе классицизма. В цикле Ивана Даниловича распределение в разделах не всегда так однозначно. Символ веры, например, не может быть отнесен ни к одному из этих жанров. Интересно, что переписчики не знали, куда его вставить в рукописи Барковьяны. Даже редакторы изданий, например, Никита Саркова, Андрей Зорин, помещают тревогу в разделе разной песни. Во-третьих, слободневность текста. Как отмечается Андрей Зорин, читателю бросается в глаза слободневность стихотворений, то есть богатство реальных отсылок, как топографический, как и анонастический. Санкт-Петербург в цикле, например, не абстрактный антигород, а полный географический определенный Питер. Упоминается Липовский канал, рядом с которым расположены два мальемщиков, кабаки и всякие притоны, кишащие журиками. Что касается религиозной темы Барковьяна, как правило, Барковьяна, как правило, равнодушна к религиозной теме. Священники и монахи лишь изредка появляются в девичьи игрушки, причем в этих местах текст особенный круг и непристойный, так как тематические и стилистические топосы отражают нецензурные народные сказки, измена пободия, искушение монахи и так далее. Об этой характеристике Барковьяна, в отличие, например, о непристойной французской литературе, написала Анфрешуга. Религия в Барковьяне кажется не более, чем литературная игра, без конкретных отсылок к действительности. По нашему мнению, цикл Ивана Даниловича представляет собой нечто другое. Нельзя его считать личным либо литературным благокурством. Цикл, кроме общих слов о соблюдении религиозных запретов, как то, пешевые запреты, например, кто у мяса ест в пасте в среду в пяток, содержит цирки к религиозным обрядам, например, крестить детей, кто не по солнцу, а с неугольных мест, с кем-то презирает. В некоторых слушаях изречения Ивана Даниловича пародируют или строятся по образцу различных выражений, бывшие в ходу у староверов. Некоторые из них можно найти в поговорках хиппоставица Владимира Даниловича. Например, «Того ж, кто кофе пьет, того ж, кто кофе пьет, громда смерти убьет. Кто кофе пьет, того бог убьет». Реалистические и лингвистические детали еще более конкретизируются, когда речь заходит с одной стороны о битв трудных буднях, а с другой о судебных делах и налогах, которыми они обременены. Цитирую, «Смотреть, как вас ехут, направьешь, как таскают, по бедрам под прибьют, западать в цепь сажают. Среданием будешь там, ты горку чашу пить, а брок свою корену по трижды будут платить». Конец цитата. Помимо конкретных сексуальных отсылок, тексты цеплены с жизнью, также благодаря политической фигуре самого автора Адама Васильевича Цуфева. Не следует забывать, что Адама Цуфев отвечал за религиозные вопросы в разное время. Он оказался нужен, например, когда обострились отношения между Катериной Второй и Арсением Ацельевичем. Его семья имела дело со старопрячей своей общиной. Иван Филиппов в истории Беговской пустыни вспоминает, как они обратились к самому отцу Адама Васильевича Василию Дмитриевичу с просьбой вступить с посредником в переговорах с Петром, когда ситуация с Беговской общиной особенно накалилась. Все эти элементы могут указывать на то, что цикл родился лишь частично в том же контексте, что и Барковьяна. У Барковьяна он заимствует формальный облик, то есть, например, русский мат, поэтому его включают в группу 40-х годов. Цикл датируется середина 18-го века. Эротические рукописи русского скорона начали ходить по указанию Штилина еще в 1753-м году. Одним из самых значительных для истории старообрядческих событий тех лет был конфликт, связанный с городом Веткой. В 40-х годах в результате контакта с Ветковцами развелись два особенно мощных старообрядческих центра в Калуге в Ржеве. Ржев принял Ветковцев после изгнания в 1735-го года. Синод обменили Ржев в укрывании староверов, убежавших из Ветки и в излишней терпимости к ним. Проблемы с Ветковцами подробно описаны в переписке между Сенатом и Синодом. Эти события, конечно, имели ресонанс в столице и, возможно, способствовали рождению новой литературной традиции. Здесь я останавливаю на минутку, но мы увидим, как этот политический контекст является фоном и для других текстов. Переходим ко второму пункту нашего анализа, то есть памфлет «Жизнь некоторого уже перевоз курьезные его души через реку Стикс». Этот текст в меньшей степени нуждается в представлении, он довольно хорошо известен и неоднократно разбирался, хотя и вне связи с циклом Ивана Даниловича. Памфлет появился в списках в середине 60-х годов, имел угольщицын и успех и был вскоре опубликован из-за интервью в 1785 году. Текст связан с циклом Адамасуфьев не только благодаря тематике и историческому контексту, но и потому, что на протяжении многих лет было три основных кандидата на его авторство – Камбесин, Чурков и сам Адамасуфьев. Предметом является Василий Адамасуфьев Чупьятов. С ним мы вновь переносимся в старобрядческие общения Ржева и Бетки. Семья Чупьятов была одной из известных семей кубцов староверов Ржева. Во главе семьи стоял Адамасуфьев Саверев Чупьятов. Как и многие старобрядцы, Чупьятовы были люди книжные. Согласно Водельческой записи, Чупьятовы принадлежали на пример рукописный сборник, включающий описание Иерусалима и хождение старца Реонда в спятую землю. В 1749 году, несмотря на запрет на занятый распорниками правительственной должности, его сын Василий был выбран Ржевским бургомистром. С юридической точки зрения, Чупьятовы не совершили никакого преступления, так как он не был записан Раскольником, но он жил с отцом, а их семейные традиции были хорошо известны все. В конце концов, в Сенат проголосовал за снятый Чупьятов с должностей, но его приключения не кончились в Ржеве. Будучи торговцем коноплёй и при пожаре в Санкт-Петербурге, он потерял все свое имущество и даже рассудок. Вело Чупьятово произвело шум столицы и было увековечено в меморах современных известностей державы, например. Но каким образом изображен в жизни старовер? Некоторые особенности сразу отличаются от Ивана Данировича. Батрич от Ивана Данировича, главный герой жизни, был за границей и объездил все города Российской империи. Его портрет типичного купца старобряца. Как и взруча Ивана Данировича, рассказчик смакует его дар красноречия. Цитирую. Он был сезмак красноречия. Произношение речей неважное и утвердительное, а как каждому слову проследовала небольшая смешка, напольная духа премудрости. Одним словом, он так красноречий был, что во всю свою поклонную жизнь ни одного человека не нашел, который бы мог столько слушать, сколько он мог говорить. Сплывают также известные литературные допусы, например, длинный пассаж, в котором всесторонному рассмотрению подвергается ворота, напоминает, конечно, гимн Боро Деломоносова. Текст, однако, отличается особенным смакованием в описании жизни старобрядцева. И это, как мы видели, сближается его с литром Ивана Данировича. Об этом написал «Светлов». Цитирую, «Жизнь некоторого мужа является оригинальным художественным произведением русской литературы, в котором ярко проступают черти реализма, сознательно стремненные авторы изображают жизненно-типичные характери. Памфлет был создан до появления таких реалистических шедевров, как «Бригадир Фамбезина», как «Жизненно правдиве статьи», «Сатирический журнал», «Новиков» и так далее. Переходим к третьему и последнему пункту анализа, то есть кульминация и к венцу этой традиции, то есть повесть Донисимыча, который сочетает в себе элементы и памфлеты Эльциклевана Донировича. Повесть ходила в виде рукописи, пока не была публикована в 1985 году Степановым. Ее датируют от 1793 года, и это, конечно, влияет на угол рассмотрения, как в смысле политики отношения с старобрядцем, так и в смысле литературной системы. Важно подчеркнуть, что уже в самом названии автор указывает читателю на жар произведения. Его герой нового рода Дон Кишот. Таким образом, Анисимич в ходе целью 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 рукописи печатных печатных публикаций того времени в той или иной степени связаны с плутовским жанром. Под заголовки автор уточняет свой замысель. Выбор плутовского жанра подчинен конкретно эсатирическому намерению. Повесть называется Анисимич нового рода Дон Кишот или превращение расходника в романического любовника. Там же автор сразу раскрывает читатель на дальнейший ключевой компонент текста намерения придерживаться действительности. Истинная была с прибавочкой и с прекрасочкой. Автор намеренно писать подлинные события, оставляя за собой право вносить дополнение и украшения, как и подобает автору романа. Так, с одной стороны, жаровая модель, то есть плутовской роман, заимствован сатирический памфлет превращает за своего рода приключенский роман. Теперь обладаемся к структуре повести. Первая часть рассказывает о приключениях Анисимича за один месяц 18-го года его жизни. Вторая часть более распространенно излагает сюжет в форме микроистории, скрепленных в единые связки, а именно простодушием и наивностью героя, который становится предметом постоянных насмешек со стороны и на различим персонажей, которые он встречает. Саровир Анисимич неотесанный проставка, таким образом типичный антигерой в пародийной антижизме. Через всю первый час повести проходит типичный путевской мотив путешествия. Анисимич передвигается в основном пешком по местам удаленным от больших городов. Это позволяет автору описывать староверцы в различных регионах империи с западами России вдоль границ Польши в Малороссии. Историческим контекстом опять являются события связанные с Веткой и Ржевым. Все тут же плюс старовер Анисимич в начале повести рассказывает Агди Арджеви. Родили меня как сказали не в городе которого имя произошло отержит. Да так как отержание Коня Валадимира Валадимировича. Это так Петр Дьячок нашего прихода сказали и он был великий начетчик книг. Конец цитаты. Светки связаны и в старостепении персонажей на которые иногда с удовольствием задерживается рассказчик Один из них батюшка Схимник который преподавал ему начальное учение его имя вызывает подозрения его зовут Исаак Подковский то есть мест слов Подковный Польский Центральными в повести являются женские фигуры которые отличаются от русского бруда Саровера своей решительности в тех ситуация где Анисимич всегда изображается ровным и безбойным среди них девка Татьяна она вступает главным героем многих глав повести и как кажется перекликается с циклом Ивана Даниловича и там и там Татьяна не только хитрая несоветственная девица но и старобрядка если в цикле Ивана Даниловича Татьяна молодая деревенская девушка то Анисимич она уже промерливая горожанка принадлежащая помостской секте эта перемена отражает новые исторические условия Анисимич был написан в 1793 году за годы которые прошли после написания цикла Ивана Даниловича много изменилось в 1771 году старобрядцы начали эмигрировать в города что радикально тратились на их образ жизни рассказать Татьяна очерчивает старобрядширскую топографию Москвы она проходит через Красный Холм где жили фигасевцы и идет на Калурскую площадь где старобрядцы жили занимались и сбозом в повести она подробно рассказывает и о себе цитирую я родилась в Москве отец-мать Левосклавный наподобие Поморский содержал наш дом по праве на старца Ионе по всей вероятности это Иона монах который отлучен от Тельковской и проклятый Заниловский напоминает вопрос о браке подробно останавливается на своем детстве цитирую я обучена была петь с паприками читала нарочит и писала уставом очень чисто жить в вечном девстве показалось мне очень тяжко нарушиться но боялась наказания конец цитаты утомленная суровым травмом родителя она решает бежать и так Татьяна предается массе новых соблазнов она есть мясо и пьет водку в повести обращается также к вопросам с которым были связаны спори противоречия касательно подавшие старообрядческие общины например во время своих странств она случайно знакомится с таинственным человеком которые даже после нескольких рюмов подки не выдают своего имени лишь несколько дней спустя оказывает что старообрядок следующий в гоме Татьяна делится с ним своими сомнениями по поводу старо верить бепоповщина она говорит что слыхала спора вере многократно с поповщиной то и хочется узнать из того которое правая вера наша репоповская или поповщина они срямич таким образом исключительно интересный памятник это документ который с одной стороны охватывает большую часть истории старообрядческих а с другой воплощает кульминацию градить постепенно сложившиеся в роде различные жары это я заканчу своей предварительной замечанием вопрос поднать и настроить этого материала в значительной степени еще предстоит изучить они многообразны во-первых проблема первая проблема носит филологический характер что касается например цикла Ивана Доминовича то мало того что большинство из текстов не опубликовано но и не в плане изучена даже их тестуальная традиция недавно я нашла несколько новых изводов текста символовей находятся в коллекции Скородумова и поэтому будет необходимо начать тщательное изучение рукописи с целью определить корпус этих текстов во-вторых тоже важно изучить эти тексты в связи с фольклором и любочной традицией там Васильевич Уцюфов был одним из крупнейших коллекционеров любочных картинок и еще третий последний вопрос европейские культурные модели необходимо объяснить для такого типа читателя эти тексты были придуманы питаются определить не только систему в рамках которой они были произведены но и роль смеха который был вероятно одной из причин по которым эти тексты были созданы спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо